В свете последних событий в Белгородской области буквально вчера мы увидели видеообращение губернатору Гладкову как раз от Легиона Свободы России и РДК с предложением отдать пленных, которые были захвачены в ходе военных действий на территории Белгородской области в обмен на разговор с чиновником. Пообещали прийти без оружия еще и в храм. Но Гладков, как конечно же любой российский чиновник, стал выставлять свои требования. Мол, навстречу прийти готов, но не в храм, а на погранпереход Щебекина. В общем, давайте увидим, как это перепалка, этот видеоразговор происходил. Единственное, что останавливает меня от переговоров с ними, это наши пацаны, которые находятся в их руках. Скорее всего, они их убили. Как мне тяжело было это говорить. Но если они живые, с 17 до 18 мап Шебекина. Гарантирую безопасность. Все. Убили, съели, закопали. Все, в общем, в лучших традициях. Правда, позже Легион Свободы России и РДК сообщили, что губернатор Гладков так и не нашел в себе мужества приехать за пленными, которых и показали на видео. Ну что ж, друзья, я только что вернулся из новой толожанки. Как мы и ожидали, господин Гладков не посчитал нужным и нашел в себе мужества обменять свое драгоценное время на жизни и свободу, как он успел выразиться, наших пацанов. Вот те самые ваши пацаны, которых господин Гладков убил нашими руками в своем видео. Как вы успели заметить, за время моего отсутствия ваших пацанов в нашем плену стало гораздо больше. Эти русские мужчины не по своей воле взяли руки о русском. Скоро до них дойдет вся холдость и несправедливость, развязанная Путиным войной. И когда, возможно, в ближайшем будущем они встанут в наши ряды. Ряды тех, кто освободит Россию от путинской диктатуры. В отличие от господина Гладкова, Евгений Викторович Пригожий как раз отнюдь нашел в себе смелость и был готов пойти на наши условия. Вы, господин Гладков, условия нам больше не диктуете. Также хочу отметить, что раз губернатор не контролирует ситуацию в регионе, не знает, сколько пленных ваших пацанов находится в нашем плену, мы будем общаться с теми, кто принимает решение в Москве. Судьбу этих парней мы уже решили. Они будут переданы украинской стороне для процедуры обмена. Я, Роман, конечно, понимаю, что всегда очень важно то, в каких ты обстоятельствах находишься, как ты одет и все остальное. Но я каждый раз, когда смотрю военно-пленных российской армии, они же какие-то просто никчемные, просто слабые. В общем, это, конечно, не цвет нации и так далее. Но понимаете ли вы, что за этим стоит? То есть я каждый раз удивляюсь новым и новым фактам. Они зашли в Белгородскую область, значит, там была у них определенная операция. Потом они уже показывают, как они захватили военно-пленных. И я не могу понять, что там за российская армия. Они просто складывают оружие. Они вообще слабые, бессильные, беспомощные. Ну и, конечно, вот это предложение обмена. Что за ним стоит? Разобрались ли вы в этом? Ну, все просто. Как минимум, все эти представители русского добровольческого корпуса через определенное время будут в ГАГе отвечать за военное преступление. То, что они сейчас сделали, вот эти видео с военнопленными, это военное преступление без срока давности. Потому ребята себе уже, как минимум, так по десяточке нарисовали. Те, которые это делали, нельзя с пленными так поступать. Просто нельзя. Нельзя как? Так они же, вроде, ничего не сделали. Наоборот, я так понимаю, что они оказывают медицинскую помощь. Ну, все нормально с ними. Снимать и военнопленных, и вот так работать с ними, это военное преступление. В чистом виде, без срока давности. Потому вот ребята уже все в ГАГе. Почему? Потому что эти военнопленные через 10 лет, через 20 лет их дети возьмут эту пленку и обратятся в международные суды. И этих найдут, всех этих вроде как нормальных ребят, их просто найдут и будут судить. В каком бы виде они ни были. Мы будем по 40, 50, 70 лет. Неважно, столетние будут судить. Не через 10 лет, а через 50. Пленки же не горят. И то, что сейчас это выводит. То есть вот такие вещи, когда кто-то придумывает, я не знаю, кто им это придумывает. Пацанячий какой-то подход. Ну, хоть бы у стариков поспрашивали. Мы бы вам рассказали, как это правильно делать. Пацаны не думают о будущем. Вот сразу видно. Ну, а то, что там вызов, это как раз российские эти манцы. Вызов на стрелку, а приедьте, заберите. Ну, это что-то из 90-х. Стрелочники, стрелочники. Опять, подход, ну, не знаю. Мне такие вещи не нравятся. Это не военные вещи, это больше информационные. То есть ИПСО, так называемое. Для чего? Для того, чтобы Гладкова куда-то вытащить. Да никто его не знает. Звать его никак. И не нужен он в этом, в принципе, никому. А вот что они вызвали? Вызвали обратную реакцию. А Пригожин берет и вызывает Зеленского. Вот в таком же самом тоне вызывает верховного главнокомандующего. Вот приди, забери 100 человек. Это уже было, да. Он уже звал и в Бахмуте. А я же об этом и говорю. То есть, ну, это движение в никуда. Немножко не разбираются, не понимают. И те, кто их курирует, боевые буряты, как я их называю, все НАБУ, там, те, кто их курирует, тоже не разбираются. То есть, не прожили еще жизнь, еще в каких-то песочнице ковыряются. Потому, ну, как, лично я отношусь к этому довольно-таки негативно. Они понимают, к чему это может привести. Вы знаете, как, Роман, вы когда говорите про Международный суд и про ГАГУ, тут, знаете, как, это же была бы история, если бы это были украинские военные, которые действительно зашли на территорию Белгородской области, значит, там, захватили в плен и так далее. А тут, по сути, россияне пришли к себе домой, они захватили таких же россиян, да, и говорят, ну, давайте говорить. То есть, это гражданское противостояние, которое закончится, я не знаю, чем, мы за этим только наблюдаем. Украина в это не вмешивается. Я не знаю, понимают ли действительно представители РДК и Легиона Свободы России, что, ну, к ним могут быть какие-то вопросы, да. Но как судить? Они же пришли к себе домой и взяли своих собственных людей. Поэтому это скорее не Международный суд, а внутренние разборки, после того, как там будет другая власть, другой суд, другие законы. Ну, пускай они разбираются. Это были патриоты, которые пришли освобождать свою страну? Или, быть может, они вышли за рамки закона? То есть, вы говорите, что это не военное преступление, это терроризм. Это еще хуже. То есть, лишение человека свободы передвижения. Тут же ж с какой стороны посмотреть? Совсе и плохо. То есть, если взяли людей в плен, обращайтесь... Это же не люди. Согласна, неважно. После того, как их взяли в плен, они становятся военно-пленными. Ну, а это уже попадает под международные законы. Почему так все правильно говорят? Дело в том, что так же само мы требуем, чтобы к нашим военно-плен... То есть, к нашим украинцам, которые попали в плен, так же относились. Ну, то есть, здесь такой бумеранг. Я же просто знаю, о чем говорю. Сам в плену был, и потом вытаскивал из плена очень много людей. И уж очень эти все тонкости на своей шкуре испытал. Что это такое? Естественно, после того, как людей вытаскивал, тоже понимал, как, чего и где. И очень просто и понятно, когда вопросы... То есть, соблюдаются меры вот такой безопасности. Ну, ладно, это такой пример. Он может быть не совсем правильный. Ну, просто такого рода операции не стоит делать. Вот то, что касается пленным, надо с пленами относиться. Есть вещи, которые расписаны уже по ведению войн. Причем они расписаны не просто так. Это тысячи лет войны ведутся, и выработаны определенные механизмы по ведению войн как таковы. Вот плены — это просто уже обменный фонд, к которому относиться нужно так, как бы вы хотели, чтобы относились к вашим пленам. Вот и все. Вот самый простой вариант, как подходить. Я предполагаю, Роман, что РДК и Легион Свободы России, они снова, наверное, когда вернутся в Украину и перейдут к границу, то дадут какую-то пресс-конференцию. Я уверена, что их тоже будут об этом спрашивать. Вы правы, это важный аспект. Украина всегда играет по правилам. Для нас крайне важно соблюдать все международные права и законы, потому что вы правы дважды, когда говорите, что мы требуем это и к своим женатам. Тогда будем в динамике уже следить за развитием этой ситуации.